Переделав все дела по хозяйству, Нюся вернулась в дом. Сын спал на кровати с краю. Сашка же занял практически все свободное место, раскинув ноги и руки. Его храп раздавался на всю хату. Нюся поняла, спать ей негде. Она расположилась в кухне на лавке. Постелила старую фуфайку, чтобы хоть как-то смягчить твердое полотно кровати. Вместо подушки послужили два теплых платка, скрученных в валик. Накрылась женщина своей телогрейкой. Ее знобило от страха, который проявился из-за поведения мужа. Нюся легла на самодельную постель, подложив под голову руку. Спать не хотелось. Все мысли перепутались в голове. Уйти от мужа? Куда? К матери? Но там живет брат со своей семьей. В тесноте да не в обиде? Это не дело. Сами живут в комнате, а мать на печке. Да и глупо. Они молодые, им семью еще строить, да детей растить. Нельзя мешать молодой семье. Вовка и так ничего делать не хочет, скандалит. А тут Нюся с сыном мешать пришли. Нет, к матери никак нельзя. Как же быть? Куда податься? Перед глазами Нюся всплыл образ Алеши. Господи, какой же он стал! Статный, красивый! Он и раньше обольщал своей белоснежной притягательной улыбкой, но сейчас Алешка стал старше и еще более привлекательным. Да что ж это такое? Почему все так сложилось? Отчего судьба вот так поступает с молодой женщиной? Чем она так наследила в жизни, что даже Сашка, который когда-то клялся в любви, стал черством и грубым? Одинокая слеза покатилась по скуле. В душе стало больно и обидно за прожитые годы, за потерянное счастье. Нюся смахнула соленую слезу и натянула телогрейку под подбородок, поджав ноги. Знобит. Страх быть избитой не отпускает. Женщина прислушивалась к заикающемуся храпу мужа, ожидая, что в паузах между тяжелым дыханием и храпом Сашка проснется. Но муж не просыпался. Он все так же издавал противный звук вперемешку с неразборчивой болтовней. — Ненавижу! — тихонечко прошептала Нюся, вытирая лицо от слез. Женщину била нервная дрожь. Ее тело мелко вздрагивало. Воспоминания о свиданиях с Алешей не давали уснуть. Даже жаркие поцелуи всплыли в памяти с такой силой, что на мгновение Нюсе захотелось побежать к Алексею и прижаться к его могучей груди, чтобы услышать его дыхание и испытать тепло от рельефного нежного тела чужого мужчины. — Как ты мог? Как мог жениться? — шептала Нюська, глотая слезы и довязь от комка в горле, который душил, непрошенно образовавшись в глотке. — За что ты так со мной? Я же ждала. Сына под сердцем носила. — Только лишь под утро заснула Нюся, забывшись в воспоминаниях. — Мам, пора свекрахомутать, — встретила на пороге Глашка свою мать. — Забирай его к себе и живите вместе. — Вот те раз, — удивилась такому разговору Стешка, закрывая за собой дверь, — он шо, говорил обо мне? — Ничего бы он не говорит, молчит, как рыба об лед. Я ему тут о слегонца о тебе речи заводила, декон по виду согласный. Может, стесняется? — Ой, Донюшка! — всплеснула руками Степанида от радости. — Я б за раз. Да только он неприступный. Я ж пыталась, а он отмахивает, сияк от мухи надоедливой. Сколько ж я за ним ходила, сколько гостинцев ношено, ни черта его не берет. Мне уже подумалось, что он больной какой, а ли чумной, шо да баба ему дела нету-ти. Привычка у него, вот и весь каз. Глашка налила чай в чашку и придвинула матери. — Бери баранки, скоро он с работы прикатит, я Ваньку на гулянку, а ты обхаживай. Надоел он мне хуже горькой редьки, бобыль бородатый. Ну, все меня учить лезет, то не так, это не то. Вот и хочется мне его выселить от седова, да вздохнуть свободнее. — Тоже верно, донюшка, нечем мужику тут околачиваться, пущая освобождает жилплощадь для молодых. Вам жить, а мы уж как-нибудь сами. Глаша собрала сына и повела его на прогулку. Через несколько минут закрапал мелкий дождь. — Здрасте, — проговорила Глаша, понимая, что придется возвращаться домой. — Э-э-э, нельзя упускать случай, когда мать решает важные дела, чтоб освободить меня от свекра. — Пошли-ка, сыночек, в гости к тете Нюсе, там овремя скоротаем. Глаша, держа сына за руку, пошла к хате Ивановых и, по старой привычке, не постучав, открыла дверь. — Нюс, принимай гостей! Нюся вышла из комнаты. Глашка заметила, что у подруги опухшие глаза. — Ревела шо ли? Не дожидаясь приглашения, вошла в хату, пропуская вперед сына. — Шо у вас тут-то произошло? — Ничего-го, — ответила Нюся и присела на лавку. — Сынок, поди в комнату, поиграй со своим тезкой, — подтолкнула Ванюшку и бросила взгляд на подругу. — Рассказывай. — Нечего рассказывать, развестись я хочу. — Да ты шо? С чего вдруг? — Глашку проняло любопытство. — Она облокотилась о стул и расстегнула пальто. — Повздорили вчера. — Бил? — толкнул. — Ну, ен-то не беда. Вот ежели бы бил, ен-то да. А так? Мочи моей больше нету. Ты поначалу подумай, а потом решай. Шо ты будешь одна с сыном делать, а? Жить где? На шо? Как? Мне усе равно. Но я так больше не могу. Нюська, сдается мне, по лёжке сохнешь, — прищурилась Глашка. — Только чего ты выиграешь, коли он женатый? Нюся сидела молча, слушая наставления подруги. Чужую семью разрушить вздумала? А поговорку забыла? На чужом счастье. Знаю я, знаю, но с Алёшкой поговорить должное. Мы так с ним и не объяснились. На следующий день Нюся прикинулась больной, чтобы взять отгул и посетить дом Архиповых. Она прекрасно знала, что тётя Вера на работе, но что же делать с женой, Алёша? Нюся выдумала ситуацию, которая не придаст значения для ревности. Постучав в дверь, Нюся ощутила холод, пробравшийся под телогрейку. Опять та же мелкая дрожь ползёт по спине, но только теперь от стыда и нерешительности. «Здравствуй!» Алексей открыл дверь в одних штанах и без рубахи. «Тебе кого?» Нюся с покрасневшим лицом опустила глаза вниз и медленно подняла, разглядывая мускулистый торс мужчины. Остановив взгляд на его лице, промолвила. «Поговорить!» «С кем?» «Со мной?» Женщина кивнула головой. Пот прошиб лоб и подмышки. Нюся ждала ответа, как никогда. Секунды длились вечность. «Ну, заходи!» Нюся робко переступила через порог. Она вошла в хату и обернулась. Алёшка встал позади. Его взгляд уже не тот, как раньше. Он уже не смотрит влюблёнными глазами на его Нюсеньку. Смотрит так, будто к нему в гости зашла давняя знакомая. «Ты садись!» Алёшка указал на табурет у стола и предложил раздеться. «Снимайте логрейку, спаришься!» Я пришла обсудить. Нюся присела и прислушалась. По всему стало понятно. Кроме Алёши в хате никого нет. Алёша, мы так и не поговорили. «О чем?» Мужчина пододвинул соседний табурет и устроился на нём. «Ну как?» «О нас?» «А нас?» «Зачем?» «Лёш, у меня только лишь один вопрос. Как ты так смог?» Нюся начала теребить край телогрейки от волнения. «Как так?» «Ты же замуж поскакала!» «А я тут при чём?» Возмутился Алёша, закинув ногу на ногу. «Поскакала!» «Слово-то какое!» Из-за духоты Нюся решила снять верхнюю одежду. Она быстренько расстегнула телогрейку. Алёшка тут же встал и помог снять тяжёлую ношу. Повесив на гвоздь телогрейку гостья, медленно повернулся и облокотился о стену. «Ну а как это назвать?» «Я тогда к матери твоей приходила, а там письмо...» «Перепутали меня с однофамильцем. Бывает!» «А ты сразу же к другому!» «Лёш, я же... я...» «Ну что ты?» Алёшка вновь уселся на табурет и достал семечки из кармана. «Будешь?» «Не хочу!» Нюська не знала, как выразить, насколько она сильно любит своего Алёшу. В груди что-то сдавило. «Как живёшь-то?» Закинув чёрную семечку в рот, задал вопрос Алёше. «Как усе?» Сухо ответила Нюся и отвернулась. «А тебе?» «Как живётся в чужом краю?» «У меня всё в порядке», — улыбнулся мужчина, сплёвывая шелуху в руку. «Как сына-то звать?» «Ванькой», — вздохнула Нюся. «А твоего?» «Рано ещё. Срок не вышел». «Шо?» «Рано, говорю. Ещё месяца три ходить». У Нюськи в груди зажгло. Слёзы навернулись на глаза, но она не подавала виду. Всё так же смотрела в окно, ошарашенная новостью. Она прекрасно понимала, что сейчас, в данный момент, нет смысла говорить о Ванюшке. Скоро ведь у Алёшки родится ребёнок от другой женщины. «Быстро же ты меня разлюбил», — выдавила из себя женщина, вытирая украдкой глаза. «Не быстро», — вновь сплюнул в руку Алёша. «Только год назад». «Как?» — недоумевала Нюся, повернувшись. «Как год? Ты же женился в армии». «Обалдела? В какой армии? Я женился в прошлом году». Алёша опешил, выронив несколько скорлупок на пол. «А кто была та, с которой приезжал?» «Это сестра моего сослуживца. Мы хоронить его собирались. Вот вместе и поехали». «Федька наш, Кубанский, из станицы Анастасиевской. Служили вместе, а его сестра в Ленинграде проживает. Она в часть приезжала к Федьке. «А ты что подумала?» «А жена откуда вовзялась?» «На заводе познакомились». Нюська резко встала и, не помня себя, рванула на улицу. «Постой!» — закричал вслед Алёшка. «Ты куда?» Нюська побежала по улице, спотыкаясь о колдобины. Она на ходу вытирала слёзы. Сильный ветер бил в лицо. «Куда? Куда бежать? На речку топиться? Нет, нельзя. А как же сын?» Нюська быстро сообразила. «Глашке. Та выслушает и успокоит. Слишком рано вышла подруга замуж. Она по боли знает о жизни». «Наливай!» — влетела в хату Прошкиных Нюська и, положив голову на кухонный стол, зарыдала. «Да шо с тобою?» — Глаша, испугавшись, прокинула банку с компотом. Кусочки яблок плюхнулись на пол и расплылись, словно жирные жабы, которых раздавило колесом. Нюська рыдала, не обращая внимания на подругу. Глашка быстро собрала осколки, яблочные блины и вытерла пол. Поставив на стол бутылку с наливкой, присела рядом с Нюсьей, взяв её под локоть. «Подруга! Опять Сашка! А Львовка? Может, Ванька заболел? Уволили? Да шо случилось-то?» Глашка начала злиться. «Я к нему ходила», — подняла голову Нюсья, ответив дрожащим голосом. «Куды? Калёшки шо ли? Очумела баба!» — Глашка открыла бутылку. «У него ребятёнок. Скоро родится!» — схлипывала Нюсья, вытирая зарёванное лицо. «Ну, Йента ж обычное дело, он же ж семейный», — достала стопки Глашка. «Почему бы не завести дитё? Семейный! Вот только семьёй обзавёлся в прошлом годе!» «Чего?» — Глаша наполнила стаканчики и придвинула один Нюсья. «Он так сказал!» «Мало ли шо он там и сказал! В армии он женился, а ты уши развесила!» «Ну, будем!» Глаша подняла стопку, чтобы чокнуться с подругой. Нюсья не стала чокаться, залпом выпила и стукнула донышком о стол. «Помнишь, кралю намазанную привозил?» Глаша выпила и продолжила оговаривать Лёшу. «Дэк вот она и есть его жёнка!» Нюсья изменилась в лице. Уставившись на хозяйку дома, прищурила глаза. «А ты откуда во усёен-то знаешь?» Твёрдым голосом спросила Нюська. «Ну, как же, усе знают?» — опешила оттона Ивановой Глашка. «Не, ты-то сама откуда узнала? Кто сказал?» «Да не помню я. Сколько времени прошло?» Глашка растерялась окончательно. Она наполнила стаканчики и сразу же выпила. «Нюсь, забудь ты его! Уже ничего не исправить! Зачем же так убиваться?» — погладила подругу по плечу. Нюська не отводила глаз. Она чувствовала подвох со стороны Глашки. «Не, ты погоди! Женщина-то не жена Алёшки. Она сестра его сослуживца. Он тебе так сказал, а ты и поверила. Зачем она приезжала, а? В чужой дом. Сестра-сослуживца. А чего ж рядом никакого солдатика-то и не видел никто? Погиб он, а не хоронить его ехали. Да ну, ерундовина какая-то!» Глашка пыталась убедить Нюську в обратном. «А чего ж тогда он так мало писем писал? А шо ж он как приехал, не поговорил с тобой, а? Ты сама подумай!» Нюська задумалась, слегка захмелев. Она прокручивала в голове разговор с Алексеем, вспомнила его голый торс. «Чего улыбаешься-то?» Глашка заметила ухмылку на лице Нюськи. «Поглядела б ты на него!» Задумчиво отвечала Нюська, уставившись на бутылку. «У него такое тело!» «Мало ли таких?» «Мало-немало, но...» «Ох, Глашка, так хотелось к нему прижаться!» «Нюсь, забудь ты его!» «У тебя семья, усёж!» «Хватит себя накручивать да нервы трепать!» «Держись за Сашку!» «Коле он работать начал, значит, сазаум взялся!» «Да не люблю я его!» «Последние капельки любви растоптал своей злобой!» «Ничего, усё будет в порядке!» «Нету такой семьи, шоб усё как по маслу!» «Ян-то да, тут-то ты правая, Глаш!» «Шо мои батька с мамкой жили в скандалах?» «Шо мы теперече?» «Мамка до сих пор думает, шо я ничего не замечала, а я многое слыхала и видала!» «Да и мои тоже!» «Вздохнула Глашка, разливая наливку по стаканам!» «Мамка частенько батьку гоняла, царствие ему небесное!» «Ладно, шо уж тама, давай за наших отцов!» «Давай!» Нюся подняла стопку в знак согласия и выпила. Глашка почувствовала прилив жара в голове. Она встала и подошла к Нюсе. Обняла её за шею и поцеловала в щёку. «Ой, Нюська, как же я завидовала тебе!» Заплетающимся языком прошептала Глаша. «Сначала из-за Сашки, потом из-за Лёшки усе красивые парни тебе доставалися. За тобой я к щенке, а я глядела на это усё, и в душе жгло, жгло!» Нюся молча кивала головой. А потом, как Сашка вернулся, глянула я на него. «Ой, божечки, хромой, злющий на весь белый свет! На черта он мне сдался!» А потом ты с новостью о ребятёнке. «А я Сашке и говорю, бери, пока тёпленькая, а там усё срастётся!» А Сашка и говорит, надо б на Алёшкиной женить без сказать, чтоб Нюська от него отреклася. «А вот тут-то мы и порешили судьбу твою устроить!» Глашка якнула и тут же пришла в себя. Она поняла, что рассказала секрет. Отпустив подругу, сделала два шага назад. Нюся обернулась. «Не поняла!» Нюська нахмурилась и встала. «Сашка? Значит, Саен-то Сашка тебе помогал, чтоб меня к рукам прибрать!» «Шо ты, шо ты, Нюсенька, ты усё не так поняла!» Глашка отошла назад и уперлась спиной в печку. «Мы же как лучше хотели для тебя!» «Алёшка женился недавно, а вы мне шо наговорили?» Нюся шагнула вперёд. Глашка поняла, подруга разозлилась. «Нюсь, какого лешего ты Алёшке веришь, а? Мы с тобою с детства дружим!» «Дружим! Только ты всегда мне дорогу переступала!» Нюся подошла вплотную. «Ты усю жизнью старалась только лишь плохие вести принести, да меня расстроить! А ты бы сначала с муженьком разобралась, а потом уже ко мне цеплялась!» Глаша поставила руки на бока. «Иди вона, да Сашку своего допытывай! Я-то тут-то при чём?» «Ты?» «Ян-то ж ты рядом крутилася! Ян-то ты меня с толку сбивала!» «А не ты ли мне говорила, шо мамка твоя уму-разум у тебя учила, шо б ты с детём не осталась одиночкой?» Нюську будто ледяной водой окатили. Она вернулась на своё место за столом и тихонько сказала. «Верно, гутаришь, Глаша, верно!» «Я ж мамку свою послухала, а опосля уже ты мне мозги вправляла, покуда я замуж вышла!» Глаша взялась за голову. «Запуталась я в край!» «Зачем тебе сейчас усю обдумывать?» Глашка присела рядом. «Нюсь, столько времени прошло, а ты усю о прошлом!» «Ни к чему уже!» «На, выпей!» «И полегшает!» Женщины выпили ещё по одной, и Нюську потянула на застольные песни. Глашка начала подпевать. «Ой, цветёт калина в поле у ручья, Парня молодого полюбила я, Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, Слов я не найду!» «Не могу открыться, Слов я не найду!» Он живёт, не знает ничего о том, Что одна девчина думает о нём. У ручья скалины облетает свет, А любовь девичья не проходит, нет. А любовь девичья с каждым днём сильней, Как же мне решиться рассказать о ней? «Я хожу, не смея волю дать словам, Милый мой хороший, догадайся сам!» Примечание. Автор Исаковский. «Ой, Нюсь!» — Глашка растрогалась после выпитого спиртного. «Как же ты поёшь задушевно! Вот заен-то усе в округе тебя и любят, А меня чихвостят почём зря!» «Не зря!» — Нюся подпёрла подпородок рукой. «Ленивая ты и склочная, Как мамашка твоя! Вот не надо только меня с ней сравнивать, Я поумнее буду!» Глаша подняла пустую бутылку. «Надо ещё принесть!» «Не надо!» — Нюся встала и покачнулась, Ухватившись за край столешницы. «Пойду я!» Попрощавшись с подругой, Женщина вышла на улицу И вдохнула полной грудью. Вечерело. Жители шли по дороге домой, Закончив работу. Нюся постояла немного И подошла к калитке. Ухватившись за плетень, Поняла. Ноги не держат. «Нахлебалась, а дурында!» — прошептала Нюська и медленно открыла калитку. «Домой!» «Надобно домой!» Пока Нюська пыталась идти ровной походкой, некоторые хуторяне заметили, что жена Сашки Иванова не в себе. «Надралась девка!» — ухмылялись пожилые люди, наблюдая за уходящей женщиной. «Уся в батьку, такая же будет!» «Да и сынок у их безалаберный, лодырь, каких свет не видывал!» — подхватывали разговор проходящие мимо работяги. «Не работает, баклуши бьет, одна манька работящая, только вот больная, довели бы обудетки!» Наутро Нюся проснулась с больной головой, и ее тошнило с такой силой, что, казалось, даже воды не удастся выпить. Губы высохли от обезвоживания и зашелушились. Нюся поднялась с постели и подошла к зеркалу. «Вот тена!» — прошептала женщина. «Никогда в жизнь так не пила!» Нюся прошлась по хате. Сын мирно спал у стенки на кровати. Нюся сообразила, что муж не приезжал домой, и это означало только одно — много работы. Сашка мог приехать и через день, и через два, когда нужно было что-то сделать в срочном порядке. Нюся посмотрела на часы. Проспала. Нужно срочно собирать Ванюшку и везти его к матери, чтобы у стенья присмотрела за сыном. Собравшись и не позавтракав, Нюся взяла сына за руку и повела к невестке. «Конечно, посижу!» — улыбнулась невыспавшаяся у стенья, открывая дверь. «Заходи, Ванечка!» Нюся поблагодарила родственницу и пошла на работу. Заходя на ферму, она обратила внимание на двух доярок, которые шептались между собой, поглядывая на Нюську. «Говорит, ты вчера с по дороге ползком ползла!» — рассмеялась одна из женщин. «А сама больничный взяла!» «Нюсь, ты шо, запойная?» «Сплетни у сюента!» — огрызнулась Нюся, надевая халат. «Агась, конечно! Я вчерась припозднилась за внуком в садик. Док прибегаю, а там и твой малец сидит. А я сподобилась его привезти. Мой да твой кукуть вместе. В хату не достучись, благо дверь открытая. Захожу, а там а ты дрыхнешь, не раздевшись, прямо у ботинках!» Женщины рассмеялись в голос. «А утречком сёдня вона, да яркий гутарють, шо видали тебя вчерась, як ты по дороге ползком!» Нюся раскраснелась. Она молча взяла ведро с тряпкой и пошла доить коров. «Володя, посиди с детишками, а я стирать иду!» Взяла таз с бельём у стинья. «Ну уж не!» Вовка читал газету, сидя на кровати. «Володь, ну как ян-то так? Куда я их поволоку? На реку! Я не справлюсь с такой ношей! Мокрое бельё тяжеленное!» «Ну и какая же ты мать, ежели не справляешься!» Володька откинул газету в сторону и кряхтя поднялся с кровати. «Пойду прогуляюсь, а то отлежание спину скрутило!» «Вова!» — крикнула у стинья, глядя на мужа, открывающего входную дверь. «Ты отец или кто?» «Я вашими бабскими делами заниматься не должен!» Грубо ответил муж, выходя в сене. «Ещё чего выдумала! Может, и стирать заставишь? Вон, а посуда немытая!» Устинья смотрела на закрывающуюся дверь с большой обидой. Она поставила таз на лавку и зашла в комнату. Ванюша спал, обняв подушку. Доченька уже проснулась и пыталась высвободиться из тугой пелёнки, крутя головкой. «Вот ведь муженёк!» — вздохнула у стинья и вытащила дочь из кроватки. «Ну ничего, тётя Нюся взвернётся вечерком. Тогда и постираю». Первым в хату вернулся Володя. Не снимая обуви, парень снял крышку с кастрюли и помочился. «Опять щавелевый суп!» — пробурчал недовольный муж и с шумом шлёпнул крышку на место. «Ты же знаешь, что я его терпеть не могу! Где щи?» «Тихо! Чего раскричался? Девка спит!» — выбежала из комнаты у стинья. «Нюська приходила?» «Нет ещё!» — у стинья присела на табурет. «Ты бы отвёл мальчонку обратно!» Он заскучал за матерью, плакал, еле успокоила. «Тебе надо, ты и веди!» Володька сел на табурет и начал снимать калоши. «Грязи нанёс!» — обратила внимание женщина на запачканную обувь. «Ничего, уберёшь!» — скинул калоши и, не убрав их на место, прошёл в комнату. У стинья покачала головой и начала заметать грязь к печке. В дверь постучали. У стинья поставила веник у порога и пошла открывать дверь. «Ну как вы тут-то?» — спросила Нюся, переступая порог хаты. «Да ничего, Ванюшка скучал. Не может он без меня, даже в саду концерты устраивает. Нюсь, я попросить тебя хотела». У стинья замялась на несколько секунд. «Посиди с ребятишками, а то у меня бельяна собиралась». «А Вовка где?» — удивилась женщина просьбе. «Не желает он мне помогать. Я за весь день шо могла, по мелочи простернула. А ну-ка!» Широким шагом Нюся вошла в комнату. «Вовка! Вовка, ядрит твою!» Нюська встала у кровати. «Чего разоралась?» — вынул изо рта спичку парень, повернувшись. «Чего надо?» «А ну вставай!» — ударила по ноге брата. «Кому говорю?» «Ты шо ж вытворяешь? Женка усе сама, усе сама, а ты?» «А шо я?» «Мое дело маленькое!» Володя присел на кровати и ухмыльнулся. «Я тебе чичасу всю душу вытрясу!» схватилась за воротник рубахи и потянула на себя. Владимир встал и выпрямился. Нюся обратила внимание, как брат выпятил грудь вперед и напрягся. Вова стоял перед сестрой во весь рост. Высокий парень вымахал. Выше Нюсьи аж на голову. Нюська почувствовала прилив страха. «Ну и...» Володя стоял с надменным лицом и кривой ухмылкой. «И дальше шо?» Нюся растерялась. Пальцы на воротнике сжались так, что чувствовалась боль в суставах. Нюсью прошиб пот. «Да убери ты ручонки свои!» Вовка ударил по рукам, и Нюсья отпустила рубашку. «Воспитать порешила?» «Да кто ты такая, шоб меня учить?» Володя слегка толкнул сестру грудью. Нюся отступила назад. «Ну, шо молчишь? Забыла, как в детстве меня гоняла? Моя очередь пришла!» Услышав слова мужа, Устинья вбежала в комнату. Она увидела испуганное лицо Нюси. «Володя, ты шо такое говоришь? Побойся Бога!» «А тебе слова не давали!» Вовка бросил взгляд на жену и повернулся к сестру. «Ну, шо молчишь?» Хозяйка из себя возомнила. «А шо ин-то у нас дверь нараспашку?» Послышался голос Марии. «Есть кто в дому?» В хате стояла гробовая тишина. Мария заглянула в горницу. «А, туточки!» Улыбнулась женщина и обратилась с просьбой к сыну. «Володенька, сынок, на подводах мешок с сахаром привезли. Занеси в избу!» «Тебе надо, ты и неси!» Огрызнулся Владимир и быстрым шагом вышел из хаты. «Чего ин-то он?» С удивлением в голосе спросила Маша. «Ничего го!» Расстроенная Нюся собралась уходить. «Лодыря воспитали, да беспредельщика!» Нюся взяла сына за руку и посадила на стул у двери, чтобы одеть перед уходом. «Устинюшка, шо тут произошло-то?» Не понимала Мария. «Усю хорошо!» Устя подошла к кроватке, где спала дочь. Глава восемнадцатая Лето, июнь Устинья решила отдать ребенка в ясли, так как необходимо было зарабатывать, и сидеть на шее у свекрови она больше не могла. «Ну шо ж ты, девонька!» качала головой Маша, переживая за молодую семью. «Наработайся еще, ты лучше за мужем приглядывай, а то он зачастил и с дому ночами сбегать. Ты думаешь, шо я ничогу не замечаю?» «Не маленький уже, шоб глядеть за им. Ты послухай меня, Устинюшка, будь поласковей. Мужики, они шо, им бабская ласка нужна да забота». Устинья взглянула на свекровь и продолжила полоть грядки. «Ласка ему нужна», — вновь подняла глаза на Машу. «А помощь с дочкой мне не нужна? Он же ночами не встает, только меня пинает, шоб я подымалася. Селов моих больше нету так жить». «Ну, будет тебе, девонька, жизнь семейная уж очень трудная. Ведь жизнь прожить не полюшка пройтить. Надо б напритереться друг дружке, а вы еще и годика не прожили, а усе разлад у вас. Потерпи, потерпи, моя родная. Доля наша бабская такая, терпеть». Мария погладила по плечу невестку и пошла в сарай кормить живность. Устинья вытерла запястьем правой руки лоб и вздохнула. Сорвав очередной сорняк, бросила его в ведро со злостью. «Нет, никогда он не изменится», — сказала вслух женщина и понесла ведро к курятнику, чтобы высыпать траву курам. «Теть Маш!» — в калитке подошла почтальонша и увидела Устинью. «Ой, а я к вам!» Женщина с большой сумкой протянула листок через плетень. Устинья сполоснула руки в бочке с водой и вытерла их о фартук. «Шо там?» «Повестка!» «Повестка?» Устинья медленно взяла клачок бумаги и взглянула на него. Тем временем Володька возвращался домой после купания. Заметив почтальонку у дома, прибавил шагу. «Письмо?» Подошел парень к дому, улыбаясь. Устинья ничего не ответила. Она молча отдала повестку мужу и поплелась в хату. «Ну, наконец-то!» — воскликнул обрадованный Вовка. Устинья не находила себе места. Она металась по хате, пытаясь что-то делать, но все валилось из рук. «Ну, як же, Янта!» — всхлипывала Маня, присев на табурет. «А отсрочка?» «Какая еще отсрочка?» — психанул Володя, наблюдая за матерью. «Смерти моей хошь! То работай, то к дитю вставай!» «Сыночка!» — разревелась Мария, обняв Вовку. «Цельных два года! Кто ж Янта придумал Янту армию? Таких молоденьких от дома отрывать!» Устинья молча качала ребенка на руках, слушая разговор мужа со свекровью. «Пусть идете!» — шептала Устинья. «Может, и возвернется настоящим мужиком!» На следующий день Мария поехала в город, чтобы зайти в военкомат и разобраться со сложившейся ситуацией. «Да шо ж Янта делается, товарищ военный!» — жалобным голосом начала разговор сердобольная мать. «У нас внучка народилась, а тут очки повестка!» «Секунду, мамаша!» Мужчина в военной форме что-то записывал в толстую тетрадь. Дописав последние две строчки, поднял голову и с недоумением посмотрел на женщину. «Что ж вы хотите, я не понимаю!» — отложил в сторону ручку. «Повестку прислали!» — тихонько ответила Маша. «Ну и?» «А як же ж отсрочка!» «По какому поводу?» «Болен? В институт документы подал!» «А сам-то где будущий солдат?» «Не смог он!» «Дочка, она родилась!» — всхрипнула Мария, промокнув глаза кончиком платка. «Не смог!» — открыл ящик стола и достал кипу бумаг. «Как звать? Адрес проживания?» После недолгого разговора с военным комиссаром Мария вышла из военкомата просто осчастливленной. Она медленно пошла по тротуару, улыбаясь прохожим. «Ну вот и ладненько! Вот и слава богу!» Проговаривала про себя Манька, радуясь, что сын все-таки получит положенную ему отсрочку от армии. «А там и второго, и прощай, служба!» — шоп ее. Володька рвал и метал, как только узнал, зачем мать ездила в город. Высказал все, что он думает о материнской заботе, хлопнул дверью и ушел из дома в неизвестном направлении. «Ничего, поболтает си и вернется!» Довольная собой Маша подошла к кроватке, где лежала маленькая Анфиса, размахивая ручками. «А там и братика народють, и шут с ей с армией, целее будить. А то вона, Санька Нюськин, як и перешел! Калека! Не дай боже с Вовочкой шо случится!» Устинья отставила тяжелый утюг и присела на кровать, складывая распашонку. «Еще злее станет!» — крутились в голове молодой матери мысли. «Вона как взбесился!» Закуривая на ходу, Володька торопился к другу Степке. Все его лицо перекосило от ненависти к матери и жене, о дочери он даже и не вспоминал. «Степка!» — крикнул через забор Володя. «Поди сюды!» Степан точил косу, собираясь обкосить бурьян возле хаты. Положив брусок на пень, воткнул лезвие под крышу сарая. «Здоров! Ты че такой смурной?» — подошел и пожал руку Володе. «Пошли к бабам! Отметим злополучный отпуск!» «Какой еще отпуск?» «Маманя моя отпуск мне устроила!» «Да шоп она!» — бросил Вова окурок и сплюнул. «Зараза!» «Шо, отсрочка все ж светит?» — рассмеялся Степан. «Кончай ржать! Идешь о льне!» «С пустыми руками не гоже! Ща купим!» Володька пришел домой лишь под утро. Заходя в хату, не смог нормально открыть дверь, зацепился за ручку и упал. Подняв голову, пытался встать. В глазах двоилось. «Жрать охота!» «Повчал себе под нос и кое-как поднявшись дошел до стола, на котором стояла кастрюля. Смахнув крышку, полез рукой за картофелиной. Не устояв на ватных ногах, смахнул посудину со стола. Алюминиевая кастрюля с грохотом упала на пол, растеряв ужин. Отварные картофелины раскатились по полу. «Падла!» — плюхнулся на табурет Вовка и вытер нос рукавом рубахи. На шум прибежала Устинья. Она зажгла керосиновую лампу и остолбенела. Володька сидел на табуретке, раскинув ноги. Одна нога была обута в калошу, а вторая — без, и вся в грязи, как и рубаха, которая была разорвана в двух местах. Мария, спавшая на печи, отодвинула штору в сторону и ахнула. Пытаясь найти ногой верхнюю ступеньку деревянной лестницы, чуть не упала, разволновавшись от вида сына. «Батюшки!» — почувствовав под ногами опору, поспешила к Вовке мать. «Кто тебя так?» «Отойди!» — отмахнулся Володя, еле шевеляя языком. «Сыночка! Ой, ой!» — Маша всплеснула руками. «Ироды! Где ж ян-то видано, чтоб вот так? Володенька!» «Отойди!» — сказал. Вовка оттолкнул мать и уставился на жену, которая смотрела на него, выпучив глаза. «Шо глядишь, стерва!» — попытался встать, но не удержал равновесие и сел обратно. «Иди спать!» Устинья не проронила ни слова. Она была просто ошарашена. Только недавно поженились, дочь родилась, и муж вот такое вытворяет. «Володя!» — еле слышно произнесла Устинья. «Я сказал спать!» — выкрикнул Володька, ухватившись за столешницу. «Оглохла!» «Сыночка!» Марию больше волновало не то, что сын напился, а разорванная рубаха. «Я на них управу найду! Я их...» Володьке надоело слушать причитания матери. Он встал и погрозил пальцем Марии. «А ты, мамаша, шла бы ты! По-добру, по-здорову!» Потянулся за кружкой, чтобы попить воды. С трудом Володька справился со зрением, которое не давало взять железную кружку. Мария тут же сообразила, чего хочет сын. Набрала воды и протянула Володе. Парень залпом выпил и, шатаясь, направился в комнату. «Спать, я сказал!» От крика отца проснулась и Анфиса. Она начала громко плакать, пытаясь вытащить ручки из тугой пеленки, но ничего не получалось, и девочка закричала еще сильнее. «Да заткнись ты!» Володька плюхнулся на кровать и откинулся назад. «А то в окно выкину!» Устинья замерла. Ей стало жутко страшно за ребенка. Она на цыпочках пробралась в комнату и взяла дочь на руки. Таким же манером вышла в кухню. «Куды?» Мария перегородила дорогу невестки. «Не пущу!» «Хватит с меня!» Прошептала Устинья, пытаясь успокоить плачущего ребенка. «В окно! И это он дочери!» «Брось, девка! Ну с кем не бывает! Проспится, и будет светлая голова! Не вздумай уходить! Он отец все-таки!» «Заткнись!» Выкрикнул Володька, переворачиваясь на бок. «Всех убью!» Устинья схватила свою телогрейку и выбежала на улицу. Рассветала. Солнце поднималось над хутором, озаряя яркими лучами местность. Птицы распевали, сидя на деревьях, будто приветствовали своей трелью женщину, вышедшую из хаты. Устинья огляделась, держа на руках дочь. Под пение птиц маленькая Анфиса уснула. Устинья прижалась щекой к личику доченьки, поцеловала в лоб и направилась к тетке Пеларе. Открыв дверь, заспанная Пелагея нисколько не удивилась, увидев свою племянницу на пороге мазанки. «Проходь!» – зевнула женщина, пропуская в хату родственницу. «Даже спрашивать ничего не буду, и так все понятно». Устинья вошла внутрь и присела на лавку. «Бил?» – строго спросила Пелагея, наливая воду в чайник. «Нет, и с чего?» – опустила глаза молодая мать, прижимая к груди ребенка. «Пьете?» Устинья молча кивнула головой. «Значится так, девка, остаетесь у меня, покуда ентат пропойца в себя не придет, а там опоглядим, як усе сложится. Эх, любовь, мать ее за ногу! Из-за ентой любови вы, девки, света белого не видите и ничего не понимаете. Вот я вышла замуж по батькиному приказу. В наше времечко ента было за раз. Дык вышла за того, кого батька прочил. И шо? Прожили мы со своим Федором душа в душу. Покудова!» Слезы проступили на глазах у Пелагеи. Она помолчала несколько секунд и продолжила. «С войны ждала, а опосля. Старшее поколение лучше нас знать, за кого надо б на в замужество вступать. Глазья ваша любовь застить, а вы, як слепые котяты, ничегу не разглядываете. Тетя Пелагея оживилась после рассказа тетки Устинья. «Неужто ты не влюблялась никогда?» «Ну, почему же? Федора с Вовой и влюбилась. Не зря, говорю, шо стерпится, слюбится. Уж очень заботливый он у меня был, да душевный. А детей почему у вас не было?» «Детей!» Тяжело вздохнула Пелагея и сняла вскипевший чайник с кирогаза. «Женская болезнь отняла здоровье. Федору всю жизнь у себя корил, да виновным считал. Сплавали мы однажды по реке зимой за рыбехой. Ой, як же ж любил мой Феденька удить. Вот плывем мы, значит, все на лодке. Вода еле-еле льдинкой покрылась, тонюсенькой. Холодов-то яких еще и отродясь не було. Но морозно. Земля деревенелая, а вода у речки незастойная. Плывем, а рыбехи не видать. И туточке Федя кричит «Погляди, плашенька!» Так он меня называл. Пелагея присела на табурет. Ее лицо приобрело сероватый оттенок из-за воспоминаний о грустном прошлом. Она подперла руку щекой и поглядела в окно. После продолжила свой рассказ. «Погляди! Вон, а какая плывет! Сейчас мы ее!» Поторопился мой Федя. Лодка и перевернулась. «А я плавать нисколечки!» Громко сглотнула слюну Пелагея. Он меня вытащил. Уся одежа насквозь. Слабая здоровьица оказалась. Лечили долго. А потом доктор и говорит через пару годков. «Извиняйте, но вы усе простудили на корню. И деток быть не могете». «Так-то, девонька!» А после нескольких лет и зим мой Феденька Дюжа-ребетеночка хотел. «Так откуда ж ему взяться?» Вот и игрался с соседскими девками да мальцами. «Ой, як же ж я злилась!» Дюжа потерять боялась. А он ни-ни, ни с кем. Бабы меня завидовали за такого мужика. Каждая старалась перед ним хвостом крутить. А он глаза воротит, да меня улыбается. Во как! А ты, любовь! Вон, а где любовь была!» Устинья слушала и удивлялась, что мужчины бывают такими заботливыми и душевными. Маленькая Анфиса закряхтела, просыпаясь. Девочка закрутила головкой и открыла глазки, уставившись на мать. Через мгновение раздался громкий крик. «Вон, а сиську просить!» Улыбнулась Пелагея, глядя на девочку. «Вон, а сиську»